В настоящее время в Раменском центре образования проходит обучение 41 человек, по окончании которого выдаются аттестаты. Мы также готовим детей по программам основного общего образования и среднего общего образования. Заканчивается наше обучение такой же аттестацией, как и у дневных школ. Девятиклассники сдают экзамены в форме ООГ, а одиннадцатый класс сдают в форме ЕГЭ. За все это время, как стал учреждение как центр образования, я себе сделала выписку, мы выдали 9 классам 1144 аттестата об основном общем образовании, а за 11 класс среднего образования мы выдали 785 аттестатов. Раменский центр образования вошел в состав школы номер 4. Фактически теперь это одно образовательное учреждение. Сейчас решаются юридические вопросы, которые не влияют на развитие образовательного процесса. То есть те формы получения образования, которые сложились в центре образования, они остаются и, соответственно, продолжают свое существование. И те ученики, которые сейчас обучаются и приходят в центр образования уже в четвертую школу для точно-заочного образования, они пишут заявление уже на имя меня, то есть на имя директора четвертой школы и приступают к обучению уже в четвертой школе. Раньше ученики вечерней школы обязательно должны были быть трудоустроены. Сейчас это требование отменили. Люди, настроенные на получение глубоких знаний, в дальнейшем поступают в колледжи и вузы. Каждый год у нас 3-4, иногда 5 человек, в зависимости от подготовки, поступают в высшие учебные заведения на бюджет. Что они туда платно, это практически все на платной основе учатся. Больше всего у нас выбирают, у нас Кжельский университет, потому что рядом, удобно, у нас с ними двусторонний договор, они к нам приезжают, проводят здесь свою профориентационную работу. Ну и там очень сейчас такие хорошие факультеты, где туризм особенно нравится. Вот многие ребята на туризм поступают. Но те, кто хорошо сдают ЕГЭ, они у нас поступают на бюджет в очень. Вот в этом году у нас выпускник Пыжов Иван очень хорошо сдал физику, информатику. Он у нас поступил в Обнинский институт атомной физики. Работаем как бы в составе 4-й школы, но очно-заочная система образования. Она удобная для тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. У нас бывало, вот именно такая формулировка есть. Ребенок может изучать сам, приходить сдавать зачеты, и может приходить на консультации, которые мы регулярно проводим. Уровень образования такой же, экзамены они сдают на общих основаниях, и надо отдать должное. Но процентов 70 из них продолжают где-то учиться в техникумах, или в вузах и прочее. И вузы довольно серьезные. У нас в МАИ поступали, в МАТИ поступали и так далее. Вечернюю и заочную систему обучения люди выбирают по разным причинам. Это могут быть различные жизненные ситуации, а кто-то считает, что здесь учиться гораздо проще. Почему решили выбрать именно такую форму обучения? Ну, при переезде это был самый наилучший и оптимальный вариант. Проблем с зачислением не было. Коллектив оказался хороший. Как можете оценить уровень знаний, который вы здесь получаете? Уровень знаний и в обычной школе получаемый зависит от обучающегося, но приемлемый, абсолютно соответствует стандартам. Учился в колледже, недоучился, поэтому перешел на этот, как сказать, на такую форму обучения. Все устраивает, все получается? Да. Дальнейший план? Ну, работать. Учился в пятой школе и закончил 9 классов. И я понял то, что в пятой школе я не осилю 11 классов, перешел сюда. Здесь полегче что ли? Нет, тут так же. Оказывается. Ну, получается что-то осилить-то хоть? Да. Отдельные слова благодарности хочется сказать преподавательскому составу вечерней школы Татьяна Сладовник, Галина Тиханкина, Татьяна Дубровина, Галина Исаева. Многие педагоги проработали здесь более 50 лет. Работаю я давно. Я после института сразу попала в вечернюю школу. Рыдала, не хотела, потому что ученики были ровесники. Ну, так сложилась жизнь, что всю жизнь работаю в вечерней школе. Ученики разные. Когда-то были очень взрослые. Вот я говорю, когда пришла, ровесники были. Ну, сейчас уже, вот видите, уже дети. Возраст уже другой, есть и взрослые. Приятно, что вот наших пожилых и возрастных учителей мы достойно проводили на пенсию. Благодарность им, здоровье всем, чтобы они связи, мы с ними не теряем. Пять учителей четвертой школы влились в наш коллектив. Они с утра ведут уроки в своей школе и потом плавно сразу перетекают в наши уроки. Это учитель физики, это молодые уже такие, энергичные они. Ну, слава богу. Значит, жизнь продолжается? Так, какое у нас продолжение? Гладкая, надежная дорога до Креска, не спеша, ползала из-под руки в руках. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Егор Кабанов. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова